Девушки отдыхают Их много, только не говори, откуда он у тебя, ладно? Ладно, бывай Да будет густой твоя борода Девушки отдыхают 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 Ну, я и... Влажная. Ну, что тут скажешь? Открывай. Да. Да. Ты должен лучше подбирать себе людей. Рико попался как... ребёнок. Да, он рассказал. Я велел ему уехать из города. И он, вероятно, сказал, что я тебя награжу. Да. Возьми. 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 Продолжение следует... 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 не похоже ни на горка и на не на флэдера кровь на нечеловеческая чудовище было ранено из него высосали кровь низший вампир похоже тварь было ослаблено пыталась пробраться по берегу а ну здесь след кончается ищу к на той стороне тушки крыс без единой капли крови значит и кима а и 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 парами. Одинокого ведьмака подстерегают разные опасности. Например, бандиты. Советую сменить тон. Говори, где искать Бертрама Таулера. Кого? Поверь мне, Геральт, это важно. Мне надо кое-что разузнать. Не знаю я никакого Таулера. Берите деньги за чудовище и выметайтесь отсюда, пока я не разозлился. Где Бертрам Таулер? Последний раз спрашиваю. Стража? В темницу их? Продолжение следует... С ним больше хлопот, чем с Экимой. Даулер пропал, клянусь. Остальные тоже. Я знаю только что с Виеной. И что с Виеной? Она круглые сутки пьет у семи котов. Ну вот видишь. Так уж необходимо было его убивать. Да. Сейчас сюда явится еще больше страшников. Пойдем отсюда. Встретимся в семи котах. И там я все объясню. В корчме, где сидит Виена? Ну да. Увидимся. Ведьмак, чтоб я сдур. Увидимся. Увидимся. Теперь самое время кое-что выяснить. Зачем ты убил Лунда? Что вообще происходит? Хочешь историю подлиннее или покороче? Давай уж, рассказывай все как есть. Был у меня товарищ. Его звали Айден. У тебя был друг? Очень смешно, сука. Мы познакомились, когда я принял заказ расколдовать монстра из Эландера. А Айден взялся его убить. Он был ведьмаком из школы кота. Насколько я помню, монстра все-таки убили. Да. Когда он выпустил кишки из моего заказчика, вариантов не оставалось. Кое-как я договорился с Айденом. Мы объединили силы, оплату поделили пополам. Потом мы работали вместе много раз. Это был лучший человек из всех, кого я только встречал. Ты знаешь, что ты мне нравишься, но ты даже пальца его не стоишь. И что с ним стало? Как-то Айден принял заказ. Расколдовать дочку герцога. С самого начала в этом деле была замешана политика. И потом все слишком ненавидят школу кота. Не случайно. Ведьмаки школы кота стали, по сути, наемными убийцами. Айден им не был. Но так или иначе, при дворе герцога нашлись те, кто желал, чтобы расколдовать его наследницу, не получилось. Отряд хорошо обученных наемников застал Айдена врасплох. И его убили. Среди убийц был и наш надзиратель. А Бертран Таулер? Он командовал. И это он нанес смертельный удар. Мне жаль твоего друга. Мне от тебя несочувствие и нужна помощь. И только... Надо поговорить с Виеной. Должно быть, она уже достаточно выпила. Пойдем. Виена? Чего хотите? Мы хотим повидаться с Бертраном Таулером. А с чего вы мне вам помогать? Для моего друга это очень важно. А что мне за это будет? Для начала я заплачу за твое пиво. А потом посмотрим, насколько ценными будут сведения. Я ходила в банде Таулера. Только... Когда это было? Я выпала из обоймы. Понятия не имею, где его теперь искать. Он больше не водит дружбу со старыми товарищами. В городе, говорят, он изменился. Кто еще был в банде Таулера? Кроме меня? Зелиса, Хамонт и Лунд. Ну, они разошлись кто куда. Зелиса в Тритогор, Хамонт на Скеллиге, а Лунд... Лунд мертв. Нашла коса на камень. Ну, тогда попробуйте поболтать с Хамонтом или с Зелисой. И где искать эту Зелису? Она сорвала большой куш. Держит теперь бордель в Тритогоре. Из тех, что для богачей. Девки вытягивают из клиентов сведения, а она ими торгует. Как называется бордель? Черная лилия. У Зелисы всегда был плохой вкус. Нам нужны сведения о Хамонте. Он был правой рукой Таулера. Когда шайка распалась, вернулся на Фареры. Он оттуда родом. Теперь пиратствует. С ним, говорят, даже ярлы считаются. А ты расскажи про себя. Я была с белками. Потом отряд мой разбили, и я прибилась к Таулеру. Они никогда не считали меня равной. Я за сто шагов била из лука воробья. Но для Таулера я была недостаточно хороша. Он всегда предпочитал ту хабалку Зелису. Ты участвовала в убийстве ведьмака Айдена? Может быть. Я не помню. Ты доволен? Если она ничего не знает, нам придется поговорить с Хамондом и Зелисой. Не ищите Таулера. Если он поймет, что вы идете по его следам, то убьет вас, не моргнув глазом. Это мы еще посмотрим. А что касается тебя... Делай, что считаешь нужным, Ламберт. Я не собираюсь считать тебе мораль. Делай, что считаешь нужным. Хуже хладнокровного убийства. Только лицемерие. Осведомители, стукачи и расисты. Виэна, что происходит? Они пришли за мной, Варен. Я говорила, что кто-нибудь в конце концов придет. Настерт. Зараза. Спасайся, кто может! Спасайся, кто может! Ты должен мне помочь, Геральт. Будет лучше, если мы разделимся. Плыви на Скеллиге и попробуй прижать Хамонда. Я поеду в Тритогор и встречусь с Зелисой. Ламберт, давай сначала поговорим. Нет. Это один из тех серьезных случаев, когда ты не задаешь лишних вопросов, а просто помогаешь другу. Где потом встречаемся? В Корчме нигде. Я отправляюсь. Удачи. Похоже, дождь собирается. А ей вот только любится охота. Добро пожаловать в Семь Котов. Самую удачливую таверну в городе. Говорят, даже похмелье с нашего вина приносят удачу. Что можно поесть? Прощай. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Можешь на меня рассчитывать? Спасибо, Геральт. Я твой должник. Тогда встречаемся в Велине под деревом висельников. Оттуда до Егорника рукой подать. Правда, что ты когда-то королей убивал с нашим командиром? За речку-то надо повнимательней. Один неверный шаг... Субтитры создавал DimaTorzok Деревня внизу. Там уже черно от нильфов. Они казнь готовят. Бьянкин не видно. Она порывистая, но не дура. Ждет удобного случая. Может, хочет ударить после захода солнца, когда... Что еще? Люди, трое, легко вооруженные. Пытаются подобраться поближе. Там, у... Смерть с Черным! Апна, кырха! Похоже, мы опоздали. Идиотка! Геральт, надо ей помочь. За мной! Геральт, надо ей помочь. Вот сука! Геральт, надо ей помочь. Это все, что ты можешь! Бьянка, мать твою, ты рехнулась! Ты игнорируешь приказы, идешь на самоубийственное задание, и вместо того, чтобы надеть кирасу, ты лезешь в бой в рубахе, раскрытой до пупа, сиськами наружу! Ты мне не отец, Роше, и не тебе говорить, как мне одеваться! Я твой командир, и ты будешь меня слушать! Ты по-прежнему в армии, мать твою, заново! Я не могла их бросить, они нам помогли! Дело солдата, Бьянка, убивать, а не спасать! Если тебе это не нравится, иди к сестрам Милителе, учись на знахарку! Ёбаный хер! Давай оружие! Получишь обратно, когда образумишься! Если образумишься! Идем! Ого! Похоже, вы взяли пленного! Мы пленных не берем! Роше, ты забрал мой меч, но я и так справлюсь! Оставь его! Хватит здесь трупов! Что?! Ты меня слышала? Да, и я поверить не могу! Он пришел, чтобы убивать гражданских! Он нас видел! И ты дашь ему просто так вернуться к своим и все рассказать? Имгир и так знает, что мы убиваем его людей! Пусть увидит, что мы умеем проявлять жалость! Роше прав. Кроме того, убить безоружного... Роше, да что с тобой? У тебя яйца отсохли! Это же садисты, оккупанты! Я потом объясню. Ты, Нильф, вали отсюда! Моран Тайнг. С Дирмандова. Иди, пока я не передумал! Ладно. Идем, пока патруль не появился. Спасибо, Геральт. Если вдруг что, ты знаешь, где меня искать. Иди, Нильф. Эй! Продолжение следует... 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 Как в романе. Ну, вынимай меч. У меня только серебряный и железный, а мы должны учиться на деревянных? Должны. Но приятнее всего делать то, что нельзя. Разве нет? Как пожелаете, барышня. Только чур потом не плакать. Если что, дам тебе платочек. Защищайся! Ты в порядке? Да. Единственное, что ты серьезно ранил. Мою гордость. Ну, хорошо. Так что теперь? Возвращаемся домой. Только... Геральт, я понимаю, что это немного невежливо. Извини, но у меня съехал корсет. Ты можешь ненадолго отвернуться? Он мне в кожу впивается. Я понимаю, что женщина должна следить за внешностью. Но драться в корсете... Он же сковывает движение. Р... Роза! Зараза, сбежала. А если с ней что-нибудь случится, воратор оторвет мне башку. Она не могла уйти далеко. Буду теперь следить за каждым твоим шагом. Далеко же ты забралась от Невгарда, солнышко. Не знаю, вернешься ли. Это дочь посла Вар-Атре. У нее дипломатический иммунитет. Я не очень понял, что там у нее. Зато знаю наверняка, что ты снюхался с Нильфами. А что тут удивляться, Лукас? Ведьмака всегда тянет к чудовищам. А с этой чудой мы еще разберемся. Ты обидел девушку. Попроси у нее прощения сейчас же. Так вежливо, как только сумеешь. Простите, варышня. Простите, великодушно. Веди себя хорошо, как твой приятель. Поклоняйся, иди проявлять свой патриотизм где-нибудь в другом месте. Лукас и Коба. Я запомню эти имена. А когда мы займем Новиград, найду их и посчитаюсь с ними. Успокойся, они в конце концов ничего тебе не сделали. Они подняли на меня руку. Этого достаточно, чтобы им эту руку отрубить. И ты удивляешься, почему местные ненавидят Нильфгард? Я думала, ты не такой, как остальные Нордлинги. Что ты нас понимаешь? Наши представления о справедливости. Но теперь вижу, что ошибалась. Я думаю, тебе пора домой. Самой короткой дорогой. Понимаю. Будь здоров, Геральт. Удачи на пути. Какая работа в такой дочери. Какая работа в такой дочери. Тебе-то дождь не помеха. Закрыто, но похоже, что Зед там. И кажется, у него неприятности. Может, найдется другой вход? А дождь? Чья вина? Чарогеев. Гребаный ведьмак. Собака сраная. Такой ливий, а этот носится, как кот с клубком. А, куда? Костер, вот что тебя ждет. Ошибка природы. Не шляйся тут. Не шляйся тут. Тебе-то нет. Какая елка. Смотрите. Прямо. Ха-ха. Тебе-то нет. Мама. Тебе. Это должно быть Зед. Добрый день. Взять его! Ах и гнусный же ты! Тут похоже именно тех, кому Зед продавал карты. Золтану стоит на это взглянуть. Изенгримфа Эльтиарна из колоды белок. Интересно, сколько же эта карта стоит? От зла нас сохраняется. Золтан? Да! Насчет карт. Они у тебя? У меня есть карта с Изенгримом. Ну-ка покажи. А говорят, все эльфы прекрасны. И много Зед с тебя содрал? Зед мертв. Я встретился с его убийцами. Ну, плакать я по нему не стану. Что с остальными картами? Других карт я пока не нашел. Продал их, должно быть, сукин сын. У меня есть учетная книга Зеда. Покажи. Ммм. А выходит, карты купили Цезарь Бильзен и Равик? Ну, могло быть и хуже. Нужно нанести им визит. Кто такой этот Цезарь Бильзен? Бухгалтер Тесака. Был порядочный мужик, а теперь стал такой важный, что с ним даже выпить не выйдет. О рыбалке я уже и не говорю. О рыбалке? Мы познакомились в рыболовном клубе. В карасе Понтера. Только теперь Цезарь туда и не заглядывает. Так вошел в роль, что и из дому почти не выходит. По крайней мере, за ним не придется бегать по городу. Равик. Это еще кто такой? Да обычный шулер и мошенник. Прямо диву даюсь, откуда у него деньги на карту Натальиса. С тех пор, как я начистил ему рыба, отношения между нами скорее прохладные. Так что тебе придется навестить его самому. Попробую достать эти твои карты, раз для тебя это так важно. Спасибо. К Цезарю можно вместе сходить. Встретимся у его дома. Это самый оляпистый каменный дом на площади Иерарха. У него фасад золотом выкрашен. А если хочешь сначала побеседовать с Равиком, попробуй заглянуть в золотой осетр. Добро. До свидания. С Равиком не царскойся. У такого над ухом гаркнешь, так он обозрется. Ну, удачи, Геральт. Дождь. Люблю дождь. Словно нечистоты, что стекают с иском. А, вот и ты. Как все прошло с Равиком? Я еще не был в Осетре. Ну, ничего. Равик от нас не убежит. Сперва займемся Цезарем Бильзоном. Сделаем так. Я его заболтаю, а ты прошмыгнешь наверх и осмотришь его коллекцию. Наверняка карта где-то там. А мы не можем просто выкупить у него карту? Будь у меня хоть немного свободных наличных, я бы давно съехал в Повис. Впрочем, Цезарь в жизни не продаст карту Фрингильи. Но ты не волнуйся, он в накладе не останется. Есть у меня для него бутылочка махакамского спирта. Спиртной дух Отечества для эмигранта, значит, все-таки больше, чем какая-то говеная карта. Ты, кажется, говорил, что Цезарь не пьет. Я говорил, что с ним не просто выпить, потому что он редко выходит. А значит, он сразу накушается до изумления. Три стопки, и ты сможешь всю его коллекцию вынести, распивая при этом про трех девиц из Викуара. Что это за коллекция? Ха, никто не знает. Ты первым ее увидишь. Я так думаю, там про садомию или металлургию. Да ты мне, наверное, потом про все расскажешь. Ну, пойдем. Чего? Цезарь Бельзен? Еще помнишь спор о том, кто король Понтера? Король Понтера-щука? Ну вот видишь. А я пришел тебя убеждать, что сом, и при том не с пустыми руками. А это кто? Это? Это Геральт. А Геральт рыбу ловит? Да, в прошлый раз я поймал на червя такого окуня. В Понтере? Ну да. На трезвую голову я таких мечтателей слушать не могу. Прошу. Ну и что с того, что судак чаще клюет, если он на вкус как говно в помоях? Да это из тебя такой повар, как из козьего гузна-кларнет. Вот я прошлым разом взял свежего тимьянчику. И на вкус было как тимьянчик с говном. Сыт! Взял я прошлым разом. Геральт, а ты что скажешь? Как по-твоему судачок на вкус? Как говно. Ну ладно. Берем удочку и идем на Понтер. И никто мне тут не будет заливать. А ты слышал, Бильзон, что Виба Батильда недавно молодую щуку на горох поймал? Да брешет, как всегда. Понтерские щуки не такие дурны, чтоб на его тухлый горох кидаться. Они только на живца берут. Или на червя. Но не особо. Я вот как-то выкопал такого жирного, красивого, что сам бы сожрал. Ну не знаю. Геральт, а вот вы там в Каэр Морхене на что ловите? На живца. Ну вот видишь, Кеваль, из него еще выйдет добрый удичек. Всего лет через 50-60. Хе-хе, поживем, увидим. Геральт, метнись, принеси еще бутылочку. Точно, уже дно видно. Краснолюды! Ну так когда пойдем сама-то вместе ловить? Хм. Этот у нас вроде бы прикреплен к столешнице. Ящик открыт. Треугольное отверстие в стене. Интересно. Хм. Подходит. Потайная дверь за книжным шкафом. Классика. Статуэтка человека. Ее создали с помощью магии. Пожалуй, отнесу ее трис. А вот и фрингилья. Веревка, на которой был повешен Стефан Скеллен. Черепы Ахима Деветта. Мрачная коллекция. Полный доспех седьмой до Ирляндской бригады. В идеальном состоянии. Ожерелье Асире Варанагит. Интересно, настоящее? Кинжал Ватье Доридо. Сервис, с которого император Ингир ел во время коронационных торжеств. Портрет императора Ингира. Темпер, дерево. Довольно подхалимский, я бы сказал. Кинжал Ватье Доридо. Славные бритвы! Золтан, пора собираться. Ммм, ага. Поздно уже. Погоди, ты ж бутылку собирался принести. Вы уже уходите? Привет, Бильзон. У нас для тебя новости от шефа. Новости? Какие новости? Мастер Тесак очень недоволен. Минуточку. Если обнаружились какие-нибудь расхождения в расчетах, я все объясню. Ну, поздно. Взять его, а вы двое проваливаете отсюда. Оставьте его в покое. За голову ведьмака Тесаку придется платить отдельно. Ну, вперед! Не торчать же нам тут целый день. Что-то ты плохо выглядишь. Бьюсь об заклад, я тебе. Ой, спасибо. Придется мне с Тесаком еще объясняться. Лучше в письме. Верно. Пойду собирать вещи. Ну, удачи. Бывай. Эх, доброе у тебя сердце, Геррит. Однако неплохо ты уделал последнего. Аж по стенам брызнуло. Взглянул я на коллекцию Цезаря. И что? Ничего удивительного, что он ее не афишировал. Нильфгардские доспехи, портрет Энгрира. Черепахи Мадевета, кинжал Ватиды Ридо. Веревка, на которой повесили скеллины. О-хо-хо. Ну и ну. Ну и мерзость. А я ему руку подавал. А ты веревку случаем не прихватил? Кое-кто за нее прилично бы заплатил. Некоторых такие вещи возбуждают. Нет. Нет так нет. Жалко. Еще я нашел статуэтку Нильфгардского солдата. Она магическая. Но что на ней за чары, я не знаю. Трис с ней разберется. Точно. Занесу ей при случае. До полного комплекта не хватает только карты Наталиса. Пора навестить Равика. Иди. А я свяжусь с клиентом и сговорюсь о встрече. Бывай. Ну ты. Не трогай меня. А что это у тебя мечи не на поясе? Лишь бы платили. И не били. Ближе не подходи. Квакушка. Ква-ква-ква-ква-ква-ква. Мне кажется, я вижу претендента... Я-ка не видел. Скопром. Патрома и ужина не отказывает. Ну вот, пожалуйста. Тот самый вшивый мутант. Будь добр, составь нам компанию. Равику будет приятно. Посмотри, как он обрадовался при виде тебя. Ты же радуешься, Равик? Он обрадуется еще больше, если ты перестанешь колоть его кинжалом в спину. Ах, ты говоришь так, потому что не знаешь всей истории. Дело в том, что наш общий приятель Равик как раз собрался сыграть на собственную жизнь. И... Ааа, у вас уже есть карта, чего вам еще надо? Если бы ты отдал ее сразу, нас бы тут уже не было. Но ты попытался нас обмануть. И так как все пальцы у тебя уже переломаны, мутанту, пожалуй, придется сыграть за тебя. Согласен? Вот видишь, Равик согласен. Ну и чтобы добавить игре остроты, поднимем ставку. Жизнь Равика и карта Наталиса. Ну как? Да Равика мне дела нет. Ведьмак какой-то скучный. Жизнь Равика и карта Наталиса. Не знаю, чего ты ищешь, но здесь ты этого не найдешь. Котик, как я тебе... Куда спешишь? Полегче? Так, я вчера дожрался, что сегодня... Мы живем в материальном мире. И я материалистка. Ну так что, как в прошлый раз? Прощай. Что ты... Можем сделать это здесь? Или пойти... Эй, красавчик! Так, и кто это тут у нас? Меня прокляли, ты поэтому пришел? Хочешь снять проклятие поцелуем? Ты свободна? Угу. 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 Да? Угу. Распишешь? Хочешь перепихнуться? А как и насчет повеселиться втроем? Мне с собой взять какую-нибудь подругу для компании? Бедный ревец, честью богат, так? Знаешь ли ты, белоголовый, что есть крещение? А может, как-нибудь вечерком в Барли? А ты из какой деревни будешь? Из Вербицы. Это в Тимерии. Два дня пути отвозимы. Золтан? Да! Я достал карты. Ха! Похоже, мы успеем, прежде чем до меня доберутся люди Короля Нищих. Пойдем. Клиент будет нас ждать на старой пивоварне. Вот он обрадуется, что все карты у нас. Надо побыстрее заканчивать с этим обменом. Опасаешься, что клиент передумает? Скорее уж я передумаю. У меня тут было столько желающих на эти карты, что я их перебирал, как красотка ухажеров. А клиент, он кто такой? Приятель приятеля. Я мало о нем знаю, но это кто-то вроде герцога. Ты меня знаешь, герцога. У меня никому предубеждений нет. Лишь бы платить. Ну, жду не дождусь, как бы рассчитаться с королем. Ну, наконец-то. Труп уже остыть успел. Это что еще такое? Твой несостоявшийся покупатель отдал нам деньги и отправился на тот свет. Примерно в такой последовательности. А теперь попрошу карты. Надеюсь, раздобыть их было не слишком трудно. Попробуй их забрать, узнаешь. Один? Я не такой глупый, как граф. Ты, наверное, это уже понял. За работу. Краснолюда попробуйте взять живьем. Мне с ним потолковать надо. Сейчас сделаем. Геральт, эта манда убегает с моими деньгами. Сука, сука с нашими деньгами. Догони, ублюдка, а я займусь остальными. Законяйте его по пиздец. Исправимся! Смерть за смерть! Махач! Он колдовать умеет! Геральт, давай за ним! Я все равно не поспею. Навязал сюда! Фу-кин-шим выбил мне зуб! Что? Ничего не понимаю. В эту сторону! В эту дверь! И вы его! Эй, герцог! Ты не уйдешь! Не трать зря силы! Я все равно не глянусь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...